Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать и вы смотрите передачу «По душам». Сегодня мы поговорим с вами о жестах и мимике человека. Оказывается, наряду с вербальными средствами общения существуют и невербальные. Давайте разберемся вместе. Порой в общении с людьми бывает так, что люди друг друга не понимают. И, казалось бы, и правильные слова используем, и правильную информацию говорим, но почему-то люди что-либо не понимают. И оказывается, по мнению ученых, это связано с жестами человека, так как одни и те же слова можно выразить различными жестами. Согласно исследованиям, человек передает информацию не только с помощью слов, то есть вербально, но и при помощи жестов, мимики, позы и взгляда, внешнего вида, дистанций при разговорах и украшений, то есть при помощи невербальных сигналов. Доказано, что большую часть информации о человеке, около 80%, мы получаем именно из невербальных источников, тогда как слова дают нам всего лишь 20% всей информации. Очень часто невербальная информация остается за кадром нашего восприятия, потому что нам не всегда удается ее прочитать. Жесты – это бессознательные сигналы мозга человека, которые выражают внутренние чувства и какое-либо отношение. И согласно психологам, оказывается, жестов насчитывается более 2000 штук. И для того, чтобы определить, что чувствует человек, оказывается, нужно определить, какие именно жесты он употребляет. Давайте рассмотрим их вместе. Например, когда люди закрывают свои руки вот так, то это означает, что вы затронули не совсем приятную для него тему. Возможно, она стесняется этой темы, или с этой темой связаны неприятные воспоминания. Так или иначе, когда человеку неприятно, он немного закрывается. Это для него своего рода защита от других людей. И через это мозг человека пытается поставить барьер между собой и окружающими людьми. Если вы заметили, что ваш собеседник использует закрытые жесты, то это означает, что вы зашли на какую-то тему, которая ему неприятна. И таким образом он от вас защищается. Для того, чтобы расположить к себе такого рода собеседника, вам оказывается необходимо сделать так же, как и он. По возможности повторите данный жест в процессе разговора. По прошествии некоторого времени руки можно будет отпустить. И тогда вы заметите, что и ваша собеседница меняет свои жесты на более нейтральные. Люди склонны доверять таким людям, которые похожи на них самих. Поэтому нам нравится, например, быть в кругу единомышленников, в кругу людей, которые поступают и думают как мы. Это связано с особенностью нашего мозга, который любит мыслить образами. Таким образом, каждый раз, когда мы видим похожие жесты, мы успокаиваемся. Поэтому в такие моменты можно просто незаметно повторить жесты собеседника, после чего он увидит в вас свое отражение и успокоится. Если в процессе разговора вы заметили, что ваша подруга открывает свои ладони и разводит руки, то это свидетельствует о том, что в данный момент она вам доверяет и в свою очередь также хочет вас к себе расположить. Данный жест по-другому звучит так, «Вы можете мне доверять, мне нечего от вас скрывать, я безопасен». Если же вы заметили, что ваша подруга демонстрирует данный жест, то это говорит о том, что в данный момент она оценивает ситуацию, и данный жест означает критическую оценку. По-другому этот жест звучит так, «Я не уверен, что согласен с этим, но сейчас подумаю и оценю ситуацию». Если вы заметили, что человек потирает ухо или потягивает его, то это говорит о том, что человек уже устал слушать и сам хочет что-либо сказать. При этом сам человек, который делает этот жест и не подозревает об этом, ведь все жесты бессознательны. Если вы заметили данный жест, просто послушайте мнение этого человека. Вы, например, можете сказать, «А что вы по этому поводу думаете?» И тогда беседа будет интереснее. По-другому этот жест звучит так, «Я устал вас слушать, дайте мне слово». Если же вы заметили, что люди скрещивают руки сзади, то скрещивание у кистей означает уверенность в себе, тогда как скрещивание на более высоком уровне означает агрессию, которую человек хочет подавить. Если вы заметили, что человек прикрывает свой рот, когда вас слушает, то это означает, что на бессознательном уровне он вам не верит или же не доверяет. Поэтому, если вы заметили этот жест, вам необходимо говорить более убедительно. По-другому данный жест звучит так, «Я не совсем верю в то, о чем вы говорите». Еще аргументы? Следующие жесты – три положения ладони, которые указывают на отношения собеседников друг к другу. Если вы увидите жест указательного пальца, то он означает приказ. Жест ладонью вниз – подавление. Здесь человек как будто говорит вам, что он тут главный. А жест открытой ладони говорит вам об открытости и уважительном отношении к собеседнику. Человек как бы вам говорит, «Выбирай сам, я уважаю твое мнение». Если вы заметили, что человек потирает шею, ладонью или пальцем, то ровно через несколько секунд этот человек скорее всего начнет с вами спорить. Поэтому, если вы заметили этот жест во избежание конфликта, просто остановите свою речь и спросите его мнение – согласие или несогласие. По-другому данный жест звучит так, «Я не совсем согласен с тем, что вы говорите». В данном жесте можно увидеть, что человек сцепил свои руки у лица, что говорит о том, что в данный момент этот человек очень напряжен и, возможно, раздражен. Однако он сдерживает свои эмоции. Поэтому, даже если человек улыбается или смеется, его руки выдают его напряжение. И последний жест на сегодня – это прикрывание рта рукой или потеряние носа. Согласно исследованиям, данный жест указывает на то, что человек либо лжет в этот момент, либо сам немного сомневается в правильности того, что говорит. Если вы заметили этот жест, просто переспросите его о чем-либо, и тогда он будет чувствовать себя собранней. Самое важное, что необходимо помнить – это то, что сам человек и не подозревает, что он чувствует внутри, но его жесты очень часто выдают его бессознательное состояние. Таким образом, одни и те же слова обретают разный смысл с различными жестами. Если вы хотите достичь успешного общения, оказывается важно правильно подобрать жесты каждому человеку. Уважаемые телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный email и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать вопрос по психологии, которую мы рассмотрели бы в нашей передаче. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте, правда ли то, что когда человек лжет, он прикрывает рот рукой? У этого жеста имеется три значения. Во-первых, человек показывает этот жест, когда он явно лжет. Во-вторых, это 50 на 50, когда половина правда, а половину он добавляет от себя. И в-третьих, когда человек сомневается, он также использует этот жест. Успешность общения между людьми оценивается комфортностью молчания. Насколько людям комфортно общаться друг с другом без слов. И действительно, если мы учитываем жесты человека и невербальные сигналы, нам легко установить с ними контакт. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова